итак всем добрый день продолжаем научную тематику на канале дмитрия пучкова находимся мы в ресторане полный балет русская авторская кухня добавлять обещали добавить что-то отличное место на гороховой это надо понимать и знать и что можно сюда прийти не только записывать передачи но и выпить что я уже сделал но и за из даже закусить то есть я считаю что это прекрасное место а что может быть лучше для русского человека выпить поесть и потрепаться сергей вячеславович давайте поговорим вот о такой интересной теме значит у нас есть психология есть физиология вот с точки зрения физиолога что такое вообще познание что такое наука и и более того сразу прокинем еще одну тему это вы были в передаче не верю где вас так сказать скрестили в бою с неким там представителем церкви вы вынуждены были обсуждать что такое наука и как одно познает мир как другое значит вот пожалуйста выскажитесь вот на нашем канале на тему того что такое познание что такое наука как современному человеку вообще принимать адекватные для жизни решения но это очень разные темы потому что адекватные для жизни решения зависит от того что человек хочет но тем не менее вот мне видится что вот какое-то научное познание и способность человека к мышлению что наука дает любая мне кажется вменяемая наука она дает как раз таки человеку способность оценивать реальность очагу это нужно ну я думаю что да чтобы быть а я считаю что нет почему но потому что человек давно вынес свой интеллект вот в эту вот лабуду почему потому что на самом деле человек сейчас вот любая информация вы тут же начинаете тыкать пальчиком уже даже от часов отказались паразиты да да вот действительно это правда ну вот от часов отказались почему потому что там есть часы тут же тыкать привычнее тыкать любая информация там сказали вот про ресторан на гороховой это уже фу начинают тыкать пальцем куда там залезть куда пойти ну вот где значит приобщиться где насиженное место то есть за что не возьмись эта штука то есть эта штука воспринимается как объективное явление которое является источником памяти внешним выносим источником информации но то есть по сути дела это внешнее мышление как внешнее пищеварение пауков но паук поймал хорошую муху симпатичную толстую зеленую затащил ее в уголок закрутил укусил вел туда ферменты и муха начинает тихо перевариваться внутри потом он подошел и насосался хорошо это конечно хорошо внешнее пищеварение мы делаем то же самое только у нас повар китаец привет мы пищу подготовили не сыруешь ее кусать ну вот так то же самое вот с мозгом произошла ровно такая же картина то есть у нас объективные объективный мир то есть то что так любят психологи называть непонятным словом сознание но они делают для того чтобы люди не могли улечить и в жульничестве и профанация потому что сами не определить это слов не бог мы вынесли собственное то есть рассудочную деятельность я немножко по-другому называю нас есть инстинктивно гормональная деятельность это когда все от пиписки гормонов и от пищеварения части по маркусу но вот есть рассудочные то есть где мы действительно произвольно можем мыслить принимать решение так вот люди в большинстве случаев из-за того что мозг такая система которая категорически не любит работать я уже говорил об этом повторюсь об чем не любит работать потому что расход энергии мозгом очень ограничен это мозг маленькая штучка значит намного меньше даже одной ягодицы понимаете да то есть мозг весит одну пятидесятую массы тела при этом потребляет от 10 но от 9 до 25 процентов энергии дорогая вещь ягодицы ты симпатичнее и меньше расходует чем лучше вертеть не мозгами же конечно это все понятно ну вот то есть иначе говоря если без шуточек то мозг очень энергоемкая штука поэтому в эволюции выработали всякие механизмы чтобы им ни в коем случае не думать почему почему наоборот же мы даже в прошлой беседе говорили о том что именно эволюция мозга человека значит сделала человеком это вынужденная ситуация просто тот кто не делался того навертело это вынуждено чтобы выжить популяции тех кто не делился пищей надо было и навертело самих съедать что и делали до недавнего прошлого а зачем вот ученый сидит допустим нет давайте лет назад и расщепляет свет допустим выявил спектр увидел что свет выпендривается в двух словах доминантности но а если всерьез разобрать вопрос что происходит с мозгом то почему человек вынес вот в эту вот лабуду свое мало-мальски рассудочное мышление не хочет его им пользоваться почему потому что мозг еще раз повторюсь маленький по объему и очень энерго расходный но внутри мозга есть засада ну вы знаете засада это место где нас всегда ждут вот вот примерно так и в мозге происходит единственное место где нас ждут мозг к сожалению устроен так что если он напряжен на работу во-первых он долго работать не может энергетические расходы колоссальны там две недели можно там серьезно заболеть поэтому мозг работает по минимуму есть ли у вас есть возможность лежать с бутербродом во рту перед телевизором вы там и находит до тех пор пока уровень половых гормонов не возникли для того чтобы избавиться от избытков сперматозоидов вот примерно такая жизнь все а все остальное все это побочный продукт и мозг при этом потребляет 9 процентов от всей энергии организма но не дай бог если вы что-то задумались но например там девушка задумалась вот уже беременная женится не женится чертова знает поразить такой ну вот бывает бывает да значит напряженная работа мысли возникает тяжелая очень конец всему сопли слюни никакого мужа кошмар но то есть перспектива фиговая и поэтому человек начинает работать на просто грубую такую схему даю там есть много других вариантов например решил купить квартиру украли деньги еще чем там машину продали который не ездит ну и ну то есть короче когда человек сталкивается с определенными серьезными домами до серьезно которые он воспринимает как серьезные вот это очень важный момент он включает весь мозг и до поднимается до 25 процентов расходы всей энергии организма возникает вопрос почему человек не думает да очень просто потому что на падение вот этих расходов мозг отзывается встречными поступками он выбрасывает внутренние эндогенные наркотики которые канабиоиды опиоиды окситоцин эндорфины и много всего еще чего прелестного а как известно наркотическая зависимость почти не лечится поэтому как только вы не думаете вам тут же косячок как только вы не думаете вам трубочку опиумную как китайцам как только вы не думаете вам окситоцинчик настроение пошло вверх можно и сплясать слушайте а вот там у йогов есть такая очень популярная значит поза значит всякие всевозможные связанные с медитациями то есть ты сидишь медитируешь как бы ничего не делаешь и то есть ты потихонечку становишься наркоманом который наркотик производится сам внутри же самого себя конечно то есть найти счастье внутри самого себя это примерно из этой серии но йоги делают это из экономии у них наркотики не хватает приходится как-то выкручиваться бедная страна ну вот что тут скажешь ну так вот поэтому что получается когда человек не думает а пользуется лабудой я возвращаюсь к теме значит у него это поддерживается еще из внутренними эндогенными наркотиками если всерьез и тогда получается человек уязвимы и зависимы поэтому мы радостно перепоручаем вот этой ерунде наше решение которое требует больших затрат и берите используем готовые алгоритмы отсюда модность и привлекательность популяризации науки не надо ни о чем думать берешь готовое решение и все 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 понятно а то что это решение через три дня будет другое поскольку пуляризатор сам ничего не понимает в этом деле и просто берет как компьютер как вот это лабуда чем отличить популяризатор от ученого тем что вот это лабуда сара может сравнить между собой два текста и воспроизвести их популяризатор делает что же самое то что он содержание не понимает он этим профессионально занимается он 0 до безграмотный тупой человек который просто нашел чужую работу и выдал ее на гора то есть он кем работает трансформатором это простите где тут ум где тут разум где тут когда какие-то знания он не может оценить поскольку он не профессионал куда ни попади вот я знаю массу людей которые просто несут такую про мозг ахинею что просто страшно слушать но вот хорошо давайте а какая вот ахинея про мозг прямо явная неправда вот например мозг работает на три процента значит от возможного это бред это я совершенно согласен кто это заявляет у того так работает это явный признак потому что мозг в норме когда человек спит с бутербродом во рту перед телевизором а только что говорил потребляет девять процентов всей энергии меньше не может быть меньше это уже когда вас жена накрыла 10 минут назад подушкой пьяного навсегда вот тогда уже будет меньше но это называется смерть то есть поэтому к 3 процента это не мозг работает причем весь и всегда и днем и ночью не ночью просто нету центров выражена контроля и там возникают всякие ассоциации нелепые зависимости от того чем вы днем занимались остаточное возбуждение там всяких но мозг продолжает работать и образовывать разрушать связи и прочее прочее а человечество она к сожалению эволюционирует очень по вредному пути потому что почему тут лабуда такая популярная прочее человеку возникает иллюзия участия во всем мировом во всех мировых событиях доступности информации который конечно не и которую подают ровно так чтобы добиться от людей того чего они не хотят делать это с давным-давно все и системно контролируется а человек доверчиво оказавшись под наркотиками эндогенами собственного мозга экспортирует свое право думать вот в эту буду результат увидеть что происходит но тем не менее популяризация наук в любом случае она же все равно дает какое-то хотя бы вовлечение человека в какой-то мыслей то есть положительное что-то в этом есть безусловно жительные всегда есть когда вы говорите не о том как поесть размножиться и выпендриться то есть не торговля ferrari lamborghini и porsche когда у вас не конкурсы длинноногих пепельных блондинок когда у вас не анализ кухни народов мира по телевизору по всем каналам радоныч когда у вас не вот это вот а что-то хоть разумные даже сделаны полным дураком представленные в эфир это тоже хорошо ну да там они недалеки несчастные как пытаются зарабатывать пусть делают хоть что-то это уже будет прекрасно и это обсуждать нечего потому что это лучше чем еда размножения доминантность то есть это все равно хоть что-то человеческое хоть плохой пересказ ложных сведений но все равно это повод задуматься я считаю что это полезно но вот очевидная противоречия в ваших словах потому что вот вы немножко раньше обругали популяризаторов а теперь говорите что вроде как бог с ним пускай говорят так обругал потому что популяризаторы идут люди в основном довольно безграмотные они просто пытаются в рамках обезьянь и доминантности получить ту самую дополнительную доминантность которой у них нет но не способны они к чему не к науке в своей области не к науке чужой области думать не умеют могут есть пить размножаться и вот для повышения своей доминантности то есть обезьяньего статуса они лезут область которых не разбирают и выдают их на гора привлекая к себе внимание обезьяний принцип обезьянье но все-таки лучше чем красную задницу при принципе типа ferrari показывать но чтобы как-то приличнее все все-таки хоть хоть содержание поэтому нет здесь одно другому не противоречит хорошо человек который вот сидит перед телеэкраном и смотрит возможно этот ролик для него сочувствую почему за новые знания умножают печали да конечно потому что слишком много знаний у у меня есть то опыт такой не иногда мне иногда попадались люди из из бизнеса которые прожили прекрасную жизнь там тратя там папины деньги интересуюсь в основном лабутенами величиной каблука и там и диаметром бриллиантов в ушах и велись счастливую жизнь потом приобщившись к гадкому профессору так или иначе даже не в романтическом плане на служб всякой гадости от меня они испортили себе жизнь когда жизнь настала другая но она не стала счастливее многие знания порождают печаль это чистая правда и поэтому к сожалению может быть не надо отвлекаться бриллиан но вот речь о том что все-таки на канале у того же дмитрий юрьевича достаточно большая аудитория людей судя вот по комментариям по каким-то общениям что в личные сообщения иногда пишут тебе зрители видно что люди толковые вот собственно говоря что и меня лично привлекло ну конечно потому что им нечего смотреть нечего смотреть и когда человек начинает узнавать что-то новое так или иначе все равно развивает свой мозг и вот для человека который уже встал на путь может быть несчастье но развитие мозгов для него что вот можно порекомендовать как для него надо прикрыть только одно то что бы например на телевидении этого санкт-петербургская да просто бы выпускала в эфир то что имеет максимальные рейтинги вот канал пучкова имеет рейтинг там сколько там миллион там полтора миллиона вот так значит кто должен а какой рейтинг у первого питерского канала надо выпускать пилотную передачу в прайм-тайм смотреть сколько собирает и первый канал закрывать оттуда выпускать пучков какие проблемы оставлять только новости должно быть естественно надо людям показывать то чего не смотрит но если они смотрят то что им показывать зачем это нужно вот и все то есть когда дойдет я думаю что начнется тот самый ротация всего этого потому что ребята вы те кто там рулит вы зарабатывать хотите и хотя бы на телевидении так вы ставьте то что люди смотрят и туда запихивать свою рекламу там вонючую котлетки чего то есть научно-популярные ролики вот судя по каналу дмитрия юрьевича смотрят да это надо поддерживать поддерживать это надо выводить на городские федеральные каналы крутить чего вы все боитесь то вам деньги не нужны но я сочувствую что у вас вот так много что вы зарабатываете вы элементарной здравомыслие должно быть кого выпускают когда человек там выходит про мозг рассказывает закатив глаза и брызгая слюной не буду называть кто большой академик и говорит что мы про мозг ничего не знаю и никогда еще не узнаем больной парень надо лечить принудительно но вот или гнать отовсюду включая академии там институт который он возглавляет ну то есть человек некомпетентен до такой степени что ужас на этом можно приобретать рейтинг государства да нет все смеются на этом можно зарабатывать деньги на телеканале нет все всем смешно и дурак дураку как надо ребята вы хотя бы и чувство самосохранения и желание заработать гульдинов вытащите пучкова на федеральный канал пусть он комментирует но если ему хочется человека тянет там тот же невзоров но сделайте отдельную передачу пусть он рассказывает про пафов но хорошо эти рассказывают что там как у них все хорошо он будет рассказывать как у них все плохо отлично это приведет к чему к повышению интереса к телевидению и к большему контролю населения ребята чего вы теряетесь то я не понимаю хорошо давайте перейдем раз мы к телевидению перешли перейдем к разговору о передаче не верю поделитесь вот своими впечатлениями от полемики с представителем церкви на тему значит как познавать мир да все зависит от того как вы насколько вы хотите напрягать мозг если вы хотите жить в наркотическом бреду то его лучше не познавать в чем преимущество религий всех не обязательно наши любимые а еще всяких других их много причем есть такие религии очень своеобразные но типа вера например молекулярную биологию или вера там не в загробную жизнь а например в клонирование человека то давайте мы вложим еще 100 миллионов долларов и там нас не клонирует но вырастет нам отдельно нос из протезирует нашу печень которую мы подорвали в ресторане известным способом но то вот эти сказки все в это тоже верят в это вкладывают деньги это вранье десятки лет существует и это на вранье околонаучное то есть религиозность это не то что теологические какие-то проблемы есть нет никаких патологических прям человек готов верить во всякую чушь ну например люди тратят сотни тысяч и даже миллиона рублей на лекарства например от болезни которые там три клоуна северного кавказа например выпускают экстрагируя из акул там их потроха и говорят что они лечат рак пожалуйста это было советские времена им там сроки давали люди верят и в результате ни от чего не лечится это что это вера такая же точно вера когда людям продают не результат конкретный а надежду на что-то то у нас есть уголовная статья называется воровство на доверие которая перешла из советского если человек обещает но не делает то есть если не сбывается да то спокойно можно привлечь это вот поэтому вера бывает и около научное техническое социальное вам говорят проголосуйте за меня и мы сделаем вам вашу жизнь прекрасную не сделали так вообще-то это статья за это надо сажать этого то обещал так ребята надо как-то тут же у нас генеральная прокуратура в санкт-петербурге пора бы взяться за дело кто-то она обещал чего это все из это это опять вера то есть люди обращаются не к здравомыслию не к интеллекту не даже колбуде к этой виде заменителя человеческого интеллекта то есть у нас что получается штукой гормоны эмоции остались тушки тела вместе с пипиской пищеварением и с процессами дефекации а интеллект здесь управлять проще понятно да то есть люди так оскотиниваются с помощью этой с невероятной скоростью так вот если речь идет о вере то вера может быть универсально она какая угодно может быть и религиозная и научная и техническая социальная и из-за того что человек может придумывать будущее наш мозг так устроен у меня много описано в книгах про это мы люди пользуются тем что внушают некие заблуждения то есть вера воровство на доверие и в результате человек верит и тогда это очень хорошо то с чего возникла речь мы говорили в предыдущей передачи о том что речь возникла того чтобы обмануть самку значит ее оплодотворить избежать то все замечательно вот примерно так это все и происходит то есть вместо действий слова то есть обман воровство в результате ничего не сбывается и все хорошо но в чем легковерие человечества мы возвращаемся к конструкции физиологической мозга чучек готов верить да очень просто вы приходите домой открываете очередную книжку духовно высоко и значит начинает читать так 7 часов стал помолился 730 съел одну ложку рисовой каши или манной все равно ну и так дальше целый день прописан думать надо думать надо когда ты захотел 7 часов утра выпить а у тебя денег нет вот тут надо думать где деньги взять и где найти учреждение соответствующее там же дом уже все давно кончилось вот это тут надо думать а если у тебя все по реестрику то что происходит мозг энергии не тратит отсюда при привлекательность любой веры и научной и теологической потому что в обмен на аккуратное исполнение реестрика который тебе не написал неизвестно кто да это не важно что там даже написано реестрик по плюшкин то ты выполняешь от реестрик у тебя мозг не расходует энергии кайф кайф в ответ чего канабиоиды опиоиды поэтому все глубоко верующие люди на самом деле это вот склонны к этим самым до генным веществам сомнительного происхождения вот хорошо вот у нас допустим собралась какая-то аудитория которая вот понимает что тут обман там обман но взвесить так сказать и рационально дать ответ на вопрос где же правда да может быть не хватает знаний не хватает опыта как поступать в таком знаете еще и страшно возможно и это действительно что если ты стоишь на горуху в эту самую ветреную погоду то вот пист против ветра очень опасно забрызгает но нужно просто повернувая вот вы именно поэтому люди стараются так не делать потому что такие знания которые меняют радикально представление о мире они могут их так радикально изменить одно дело когда в хорошую сторону там не были случаи когда люди начитавшиеся моих книжек там отказывались от желания острого возникшего наложить на себя руки у меня таких примеров очень много как у нас так и за границей иногда они до меня добираются и пишут соответствующие письма можете хотя бы в общих чертах обрисовать ну то есть чтобы там человек про человека не было понятно но ситуацию но ситуация такая что женщина там 40 с небольшим там хотела наложить на себя руки о своей тяжелой жизни какой-то за рубежом но она что с ним было ночью да ничего просто жила и жила работала там в магазине там в одной из европейских стран прочее хотел это сказать свести счета жизни считаю что ее жизни задалась что все плохо что вот то что с ней происходит том числе у нее голове она была достаточно самокритично это катастрофа это ужас ничего хорошего нет но результат ей подсунули благо на сказать владеет настолько русским языком насколько нужно и подсунули книжку момент который называется нищета мозга на ее прочла потом добралась через несколько месяцев до меня и сказал спасибо большое потому что я поняла что это нормально вот этот ужас в котором я живу это оказывается ничего все такие и это остановило меня в последний момент но таких случаев у меня с десяток и из нашей страны и зарубежных но кто в состоянии освоить мои книжки сейчас готовится перевод на арабский и на английский но если хоть один человек остался жив благодаря этой писанины чему я крайне удивлена я считаю что это уже достижение большое а что же ее впечатлило нас впечатлило то что как устроена работа человеческого мозга но пересказывать книжку то я не могу ну там основные идеи основные идеи мы с вами проговариваем принципы которые по которым мы себя ведем так а не иначе почему отказываемся одного предпочитаем другое почему мы принимаем такие решения дурацкие у нас например вы же все время каждое утро встаете начинаете почесывая там брюхо думать о том что вот это бы надо сделать а лучше бы поспать лучше бы вот вообще с утра то не нажираться яичница с хлебом ну вот а хочется то есть у вас двойственность это оказывается конструкция мозга там привожу свои книжки у нас есть лимбическая система которая с воплями кричит надо вот это чего хочешь то и делать а другая есть надо то есть это корковая система социальных взаимодействий которые в коре она говорит что надо делать это не хочется но надо и человек поднимает себя немыслимым усилиями идет и делает то что надо то есть и вот эта двойственность сознания лежит кстати говоря у вас ноги в том числе и религиозных учений всех они говорят вот видишь когда ты делаешь то что ты хочешь это кто промысел чей а это дьявольский промысел это шайтан рогатый капотастый проник в тебя и соблазняет поэтому тебе не хочется работать а хочется идти вон с девушкой погулять и пощупать ее в этих местах там тебе не хочется зарабатывать эти хочется соседа ограбить впадав в проходном дворе и пойти напиться на эти деньги счастье счастье отлично это говорит шайтан или там черт дьявол то ужас ужас а где там это говорим чего мы должны себя ограничивать девушек не щупать вина не пить жениться только по справке из трех учреждений прочее все должно быть хорошо по закону но который кто придумал этот день это историю умалчивают я не говорит вот противовставление видите шайтан вас раздирает и бог предлагает на самом деле лимбическая система которая досталась нам от обезьян и рассудочная деятельность которая выработана в результате и искусственного отбора человеческой эволюции нету здесь ничего божественного все примитивно до нельзя мы гибридная система поскольку у нас еще очень много от обезьян вот отсюда все проблемы и все проблемы с папами а еще учитывая то что у религиозных деятелей на их стороне сидят внутренние эндогенные наркотики но попробуй поспорь они предлагают и ничего не делать и наркотики кого-то по сути дела там они эндогенные внутри мозга но это неважно не снова появляются попробуй с этим справиться конечно у них будет там 10-15 процентов населения глубоко так разделяющих точку зрения поскольку они склонны именно к этим но вот вопрос может быть на определенных-то этапах вот эти вот ограничения которые религия накладывает на и вот эти вот есть его как сказать природные обезьянь и потребности человека размножаться значит и доминировать может быть это было благом на каком-то этапе да нет как в религии принесла огромную пользу как этап эволюционная организация конечно потому что все-таки где-то к 15 веку перекратили каннибализм в европе то есть они перестали друг друга жрать у нас поменьше было потому что с еды было побольше а те ели ну то есть получается что с вашей борьбой не болезмом социальные социальный фактор это был никакой социальный фактор это эволюционный инструмент просто те кто ел друг дружку тех сжигали это этой вы поймите нет никаких социальных факторов ну из чего как социальный к фактор действует и залез под одеяло поступил наоборот чуть чушь собачья психологические ужимки и прыжки биологический механизм как-то истребил человека который нарушал социальную систему очень просто построил трехэтажную виселицу как во франции на 600 человек и давай их вешать на 600 человек для удобства не хватало виселиц принять большие расходы они строили постоянные трехэтажные вот это и называется искусственный отбор и там не заплатили десятину не проявляют какую-то не непоследовательность населения чего делалось в европе откуда крестовые походы взялись сначала их несколько столетий практиковали в европе пришли чего сделали вырезали 80 процентов населения остальные 20 стали платить десятину церкви хорошо прекрасно то есть это чисто биологический чисто биологический процесс кто при этом 20 процентов которые выжили в европе подлецы которые смогли чего заложить соседа обобрать его поучаствовать в грабеже и процвести в результате европы за тысячу лет такой прекрасной жизни дошла до чего что с ними невозможно иметь дело потому что них никаких моральных критериев нет у них есть критерий только один биологический называется выживание все поэтому они ведут скоттский образ жизни договориться им нельзя они хорошо себя чувствовать по моему опыту только тогда когда твоя длань лежит на их горле они сдают предсмертный хрип тогда они договоропригодны других ситуациях они не в состоянии понять простого нерусского и непростого английского языка хорошо ну вот мы в такой ушли как бы как сказать пессимизм почему пессимизм это пессимизм это же люди умирают люди убивают друг друга доминантность так скажем уж не говорим о тех кто остается остаются то неплохие ребята в европе похуже у нас получше потому что у нас не истребишь у нас он котомку за плечо и в сибирь поэтому у нас такой искусственный отбор как европе не работал поэтому мы сохранились больше мозгов больше полимархизм поэтому нас больше талантливых ученых математика программистов просто изобретательных воров даже который прижать в европу их там легко всех разводят как кролик а в чем отличие полимархизм мозга дает возможность то есть многообразие вариантов дает возможность сохранить множество конструкций которые в определенных условиях могут реализоваться как выдающиеся поэтому нужно препятствовать разрушению стиранию межэтнических различий почему потому что каждый этнос каждая группа этнической формировалась тысячи если не миллионы лет но по меньшим или десятки тысяч лет и они носители уникальных адаптивных конструкций когда мы научим все из этих конструкций лепить то что нам нужно это будет как бы библиотека современные нации народ это гигантская библиотека мозгов с уже имеющимися свойствами это бесценное только такие идиоты как европейцы или американцы начинают там вякать о том что давайте условием правильный правильный вы хотите чего там сплавить ну возьмите в суп положите картошку морковку капуску мясо кусочками все замечательно будет но если вы будете варить 8 часов это будет не суп это будет мерзкая жижа вот они предлагают сварить мерзкую жижу а как надо а как надо надо поделиться живете кто хочет там но если вдруг захотелось на экзотику то пожалуйста можете там производить гибридов но поддерживать этническую самобытность для того чтобы сохранить конструкцию мозга не для того чтобы изолировать никакой не апартеид слабоумные сейчас эти популяризаторы начнут визжать как будто их режут хотя сами почему-то на полинезий как не женится я так обратил внимание странно чуть их так где их гуман гуманизация где их широта взглядов то есть получается что что никакой не апартеид речь идет о том что нам надо какой ценой сохранить разнообразие мозга поскольку в будущем очень недалеком мы будем с микроскопом искать людей с теми свойствами которые принадлежат к маленькому этносу которые обладают теми свойствами кто будет больше всего востребовано это очень важная вещь и в этом отношении вот эти вот представления псевдо-гуманистические которые нужны для того чтобы удачно отнимать деньги у населения это основная идея концепция но они к сожалению противоестественные приносит больше вреда чем пользу хорошо ну а тогда что тогда с точки зрения мозга является благом вот его усложнение что ведет к его усложнению благом ничего не является благом является три механизма размножение да и доминантность просто люди пытаясь решить эту дурацкую проблему обезьянью иногда поступают как люди то есть получается с точки зрения физиологии нет понятия благости какие какого-то там ну какой-то особи особенного положения то есть есть чисто механически вот этот мозг более продуктивный вот этот мозг менее продукт ну конечно больше вы добился больше может не так сложно стерилизовать целом да но у нас все-таки есть люди которые двигают и науку и искусство все остальное даже балет ну вот но если это не пиар-компания конечно могу сказать что при всем вот этом единстве подхода человечества нас есть все время отклонение какие мозг настолько индивидуален что появляют всякие варианты в том числе и творческие просто изменчивость мозгу на самый изменчивый орган в нашем организме в человеческом это мозг потому что у нас есть количественные различия я уже о них чуть-чуть говорил но еще повторюсь там самом маленьком самом простом виде ну например у тех же самых плюс у но моторной области могут различаться в три три с половиной раза это огромные разницы но представляете вы танцуете с девушкой вы там метр семьдесят пять а девушка 350 но вы спляшете конечно в цирке понятно да а это минимальная разница какая максимальная 42 раза то есть вы два метра а девушка 84 тут уж вообще у вас танцы будут просто ошибательские естественно что это разница в мозге нормально я это описываю своих книгах это норма это из очень маленькой выборки малюсенький 50 мозгов которые исследованы во всем мире это всего ничего но не с томографии конечно томографии вообще хинея это отдельный разговор то есть это архитонически исследованы и при такой гигантской разницы у нас всегда есть возможно что тот или иной человек попадется с уникальными способностями как поганини как там дюрер ну к примеру вот музыкант великий художник который у которого комбинация структур мозга вот при таких гигантских разницах уникальна и он тогда будет реализовывать свои эти способности врожден он даже сам сделать ничего не сможешь не можете контролировать потому что только этим заниматься почему такая поговорка день дорогу пробьет да потому что он ничего больше не видит вокруг себя его мозг приспособлен только к этому больше ни к чему и он или погибнет или будет там гением но вот хорошо а как мы тогда и я закончу и тогда вот среди этих посредственных конструкций мозгов появляются такие уникальные которые двигают науку искусство все остальное на них все ориентируются это позволяет выдернуть новых людей со способностями которые тоже готовы это воспринимать для даже для восприятия нужные люди обратите внимание тот же балет кроме того что надо станцевать нужно чтобы туда должен прийти чектор это понимает вы многим даже объяснить не можете о чем идет речь просто это давным-давно отмечено там в девятнадцатом веке еще специалистами которые занимались гениями что мало того чтобы сыграть музыку нужно чтобы слушатель был имел такую же конструкцию может чтобы воспринять но они не так понимали ну так это же образование какое образование у вас в мозгах структура одна в двадцать раз меньше чем другая возможно до посинения образовывать все ничего не поймете но это хорошо это вот человек неспособен допустим но опять же есть зритель есть такое понятие у тех же музыкантов что на наслушанность вот и ты можешь ходить в ту же филармонию и там через ряд там несколько десятков допустим прослушанных каких-то ты можешь не разбираться в ней но у тебя будет уже способность воспринимать натренированность ухо опять же то же самое супер и балет я могу подробно рассказать про это это отдельная тема дело в том что можно если покрутить по радиус утра дончим мерзотную музыку там один палка два струна я хозяин вся страна вот это который попса если вы будете слушать месяц потом не будете два месяца слушать вам и по новой звезды получите удовольствие мозг вырабатывает те же самые наркотические соединения в ответ на узнавание потому что узнавать дешевле чем изучать заново вот и все поэтому для того что вы хотите раскрутить какую-нибудь безголосую певичу который там много букв не выговаривает я знавал таких то пожалуйста крутите ее это песнопение отлаженные в компьютере с утра до ночи и когда народ привыкнет он будет за это платить вот это пиар-компания никакого отношения к пониманию музыки не имеет человек который хочет это делать он сам придет программирование сам придет очень просто пример программирование сейчас программирование модное дело я только вот недавно говорил на эту тему сейчас берут детей и натаскивают на программированные решения олимпиадных задач потому что это модно популярная дает профессию деньги перспективу но вот у нас в гостях они приходят они приходят и делают на самом деле тупые мальчики которые не способны программирование но их натаскали за несколько лет это приводит к тому что реального таланта для человека найти очень сложно потому что имитаторы которые эти задачи уже решают несколько лет забивают все это типичный искусственный отбор социальная структура но вот если мы говорим про тех же олимпиадников с этмо вот у нас и из шалыта и с парфеновым и со станкевичем которые являются двигателями вот этого олимпиадного программирования были интервью они рассказывали о том что они наоборот таки пытаются так сказать найти этого умного ребенка и правильный себе в команду то есть но я говорю о проблемах отбора умного ребенка сейчас это так модно что их натаскивают и взять и тем же ребятам о которых вы говорите они шин правы труднее найти потому что гений то вот он есть но еще вокруг него 20 имитаторов которых натаскали вот о чем речь идет вот это не надо путать поэтому когда говорят о том что она привыкание должно быть наслушанность прочее а насколько это естественно то есть насколько конструкция мозга этого человека соответствует этому восприятию то или он в рамках некой моды его приучили с детства родители на самом деле его тошнотики от этого то ли он действительно совпало с его конструкции мозга и его интересами если внешние проявления но вот это большой вопрос но давайте тогда к этой проблеме перейдем потому что насколько я понимаю что у вас есть определенные идеи какая-то теория которую бы вы хотели реализовать какой теории у меня нет это все это все я уже рассказал людей отбирать нужно это церебральный сортинг это создание томографа высоко разрешающего который при жизни мог сможет анализировать можно будет анализировать мозг человека также как после смерти сейчас с помощью срезов гистологических но и это то есть создав такой прибор с разрешением в один микрон один воксель микрон 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 да можно будет при жизни отбирать людей поспособность часто сделать никакими томографическими и функционально томографическими этими нельзя это все вранье и чистая профанация почему вот потому что разрешение низкое все что тут обсуждать а что тогда дается современные вот эти фмрт ничего не дает кроме анализа опухоли головного мозга и определение патологии все попытки сделать психологические приложения являются осенней почему потому что неправда а а вы на вас два психолога на томографе находят оставлять человека думать там пищи и находят пищевой центр где-нибудь в районе передних конечностей сумасшествие какое-то ну вот допустим существует столетний опыт разрушения этих областей в результате двух мировых войн это карты собраны известно что каждая функция конкретного поля привязана к вот стереотонической структуре а если два дурака приходит и говорят а вот мы здесь нашли у него здесь больше возбуждения ребята вы до этого сосудистую систему проверили индивидуально изменчивый сосудистого русла вы чего мерить это они мерят же ведь не работают нейронов они водят радиозатопы там дезоксиглюкоза например и смотрит где она связывается это чего отражает уровень кровотока и причем тут нагруженность нейронов то есть уровень кровотока не свидетельствует мыши это очень косвенные места к тому же плохо связаны там все эти фокусы я знаю там какую дискриминацию поставишь такой центр и определи так что это жульничество даже обсуждать не хочу потому что это первое границ полей не видно локализация функционально является ложью несоответствующие даже огромному опыту нейротравмы ну вранье просто люди безграмотные пытаются зарабатывать деньги на этом я не знаю зачем обсуждать жулик последний он пожалуйста у меня было известно анекдот я позвали на один из наших каналов центральных и сказали вот американцы где-то в какой-то где американской деревне нашли то что у серийных убийц кора префронтальной области это так на треть мозга где-то мы ничего смотреть она уменьшается я посмотрел их оригинальную работу там все недостоверно ну что ну что конкретно ну что конкретно вранье работа недостоверный понимаете достоверность 0 но факты какие-то какие факты еще раз объясняю когда у вас недостоверность то есть достоверность и когда повторяется результат когда они стоят 108 человек и нигде не совпадает вы меня простите о чем идет речь называется недостоверность вы говорите что у меня монета, которую я достал с кармана при подбрасывании. 70 раз встает на ребро, а два раза по 15 на орел или решетку. Это что? Это называется вранье. Сделайте, повторите, покажите, как она встает 70 раз на ребро. Все. Понятно. То есть экспериментальные данные просто ошибочные. Они об этом даже пишут сами в своих собственных оригинальных статьях. Они поленился, поднял. А что заявляют публично, журналистам, которые, как популяризаторы, стучат мозгами пустыми. Они говорят, а мы нашли. У преступников кора тоньше. А у людей, которые не серийные убийцы, она толще. А до этого такая же группа уже из другого штата американского. Придурков полнейших. Публично об этом говорю. Готов подписаться. Показал, что у космонавтов при послеполета в невесомости кора становится толще. А то, что при этом известно 40 лет всей пилотируемой космонавтики, что у людей жидкости переспределяются в верхнюю половину тела, поэтому они становятся каплевидными при длительных полетах. Именно для этого беговые дорожки, нагрузки. Они об этом ничего не знают. Они стерильные. Англосаксонская наука. Они чисты, как ирлеанские девственницы. То есть мозг пустой. Там вместо них iPad, iPhone. Гомопады. Они говорят, они этого ничего не знают. Они говорят, мы увидели, что там кора толще. Милые мои, а вы знаете, что у женщин за женский половой цикл кора тоже меняется, что зависит от гидротации мозга, что известно 100 лет. У женщин разные половые циклы за счет гормонов, но женщины все знают, что они отекают немного там в определенный гормональный момент. кора становится толще. Это что, они умнее в этот момент? Ребята, вы бредите наяву. И это массовая англосаксонская наука, которую наши, еще раз повторяю, такие же полуграмотные популяризаторы, еще более безграмотные журналисты повторяют, выносят на центральные каналы. И когда я дал про это интервью, они взяли, вырезали всю вот эту часть содержательную, оставив бредятину. Я уж не знаю, что там происходит с людьми, которые это все монтируют. То есть это уровень патологии просто мозга какой-то. То есть вот вам, пожалуйста, пример. Это последние новейшие сведения. Я уж не говорю там про китайцев, которые придумал когнитом, когда его захотели из Америки выселить, чтобы там как-то остаться. Ну, это вообще бредятин. А наши, кстати говоря, доктора биологических наук, в том числе и Санкт-Петербурга, некоторая такая старушка есть с заваленки, которая с удовольствием повторяет всю эту ахинею и популяризирует ее широким массам трудящих. Пожалуйста. В завершении вот этой беседы хочется спросить о тех источниках, которым можно доверять. То есть есть люди, которым можно доверять, куда можно прям вот заходить, смотреть, читать, интересоваться? В науке такого нет. И даже мне верить нельзя. Такой старый анекдот. Нельзя никому доверять. Даже себе. Говорит мужик, тихо, бубня, под нос, стоя в ванной и чего-то стирая. Это ведь просто хотел пухнуть. То есть нет источников ни на что. Я объясняю. Любое научное утверждение должно пройти, во-первых, подтверждено во многих лабораториях, которые не заполнены жуликами. Потому что, как вы помните, стволовые клетки, когда открыли, 100 тысяч жуликов, там 200 тысяч статей вышло, немедленно, что мы тоже стволовые клетки делаем. Клонирование. Еще 200 тысяч. Почему? Потому что все хотят вцепиться в пирог, который называется Грант. И мы тоже сразу. Когда там первый раз кого-то клонировали, наши прекрасные ветеринары показали распятого такого быка по Первому каналу, которым уже, они уже через два дня начали клонировать этого быка. Ребята, вы бы почитали хоть чего-нибудь? Понимаете, вот в науке гигантское количество голодных ученых, которые готовы подтвердить любую чушь. Вопрос, как говорил прапорщик Задов, за сколько? А за сколько? А плюс, грантовая система, которая убивает науку начисто, которая в нашей стране искусственно насаждается вместе с баллонским образованием, которая обнуляет вообще ученых, она делает что из них? Финансовых промышленников, которые пытаются продавать любую чушь, любое громкое заявление превращать в грант. А вдруг там дадут денег? Слушайте, ну неужели нет вменяемых людей? Еще раз объясняю. Вот представьте себе, 10 или 15 лет стволовыми клетками все носились. Сейчас про это статьи уже не берут. Я 25 лет назад, когда это появилось, публично говорил, что это жилье негодяй, профанаторы, безграмотные люди, которые не знают эмбриологии. На меня тыкали пальцем и смеялись. А где это все? Где ваши результаты? Где выращенные руки, ноги, носы, уши, печени? Ну бог с ним со стволовыми клетками. Ну как бог с ним? Так вот, как проверить? Человек говорит, ну ладно, один соврал. Соврамши. Давайте другого узнать. А там еще таких 200 тысяч. Он говорит, ну наверное, это правда. Вот для того, чтобы такие глупости не заявлять, нужно знать, иметь базовое образование. Профессиональное. И тогда только ты можешь разобраться. А так это будет пиар-компания, в которой ты будешь участвовать, в том числе и своими деньгами. А если это в медицине происходит, то и в своей жизни. Ну так а как жить-то людям тогда? Это ужасно. Огромное количество людей, которые пытаются разобраться. И в частности, вот мы-то вас позвали для того, чтобы с вами пообщаться, потому что считаем ваше мнение авторитетным, так сказать. Я объясняю. Для того, чтобы что-то было истинным, оно, во-первых, у нас среди обезьян по-родственному должно пройти время. К сожалению, это медленно происходит. Из-за того, что наука коммерциализуется, правды там найти очень сложно. Ну, просто невыгодно. Ну, ребята, я мог бы там заявить, что стволовые клетки есть, и кормиться 20 лет грантами, поскольку сам эмбриолог. Самое хлебное дело. Соси гранты, получай, живи хорошо. Но если ты заявляешь, что это лажа, то есть ты тогда в этом случае подставляешь свою научную репутацию. Во-вторых, все эти жулики-прохиндеи, которые, как правило, еще сидят в академиях, в правительствах и прочее, они тебя тоже начинают прессовать. Потому что ты им мешаешь бизнесу. То есть ты возникаешь, первое, на себя огонь, лишаешь себя грантов денег, а в-третьих, тебя перекрывают в кислород везде, где только их руки дотянутся. Поэтому честных людей очень мало. А прохиндеев, популяризаторов, повторителей всего, вот чего делается на Западе. Вспомните, холодный термоэйверный синтез. Открыли в Америке, где подтвердили через неделю его существование? В Тель-Авивском университете и в Московском государстве. Тихий вопрос из зала. Ребята, а почему же он не появился спустя 20 лет? Как вы подтвердили? Ах, вы хотели сесть в этот паровоз, немедленно вскочить, чтобы денежек слезать немного? Сочувствую. Но это называется прохиндиады или бег на месте. И вот такого в науке очень много. Пока наука не будет зависеть от попсы, популяризации, от журналистики и от трехлетних грантов, за которые ничего не сделаешь, физически невозможно. До тех пор наука будет имитацией научной деятельности, которая будет уничтожать, самое главное, рассудочную часть мозга молодежи, которая в эту науку приходит. Это в перспективе катастрофа. Финал по скриптам. Есть ли вам знакомы ли порядочные ученые, порядочные люди в науке? Знакомы я их называть не могу, потому что если я на них сошлюсь, то им устроят обструкцию. Все очень просто. Я понял. Мы, как зрители, так сказать, я точно так же, как зритель и абсолютно несведущий в науке человек, могу только радоваться тому, что они есть, пускай за кадром, и фамилии мы их не знаем. Не скажу, потому что я не могу, не получив разрешения, упоминать людей, которые действительно занимают серьезную науку и получают серьезные результаты. В области физики знаю Виктор Евгеньевич Осадчик. Проговорились все-таки? Да, ну так нет, я просто знаю, что ему уже навредить больше нельзя. То есть, что можно против него? Уже все сделано, не получилось. Значит, вот такого рода выдающиеся физики, например, и химики есть такие же, и биологи, и молекулярные биологи, и генетики есть, честные, которые иногда меня отзывают в сторону и говорят, понимаете ли, Сергей Вячеславович, вы не принимаете так близко к сердцу, я же генетик. Если я правду скажу, меня из моей специальности выгонят. Ты уж и вини, дорогой, но так жизнь устроена, примерно так. Вот это печально, то, что огромная группа людей, которые являются имитаторами или популяризаторами науки, которые сами ничего не делают, но пользуются ее благами, они, к сожалению, контролируют людей, действительно реально работающих. Потому что, когда ты реально работаешь, занимаешься наукой, тебе некогда интриговать в академии. И некогда интриговать, бегать по грантовым центрам, где деньги выдают, и там со всеми договариваться. Ты наукой занимаешься, тебе некогда этой фигней заниматься, тебе некогда заниматься социальной доминантностью. Поэтому здесь или одно, или другое. Ну, иногда, конечно, везет. Но, тем не менее, вы же занимаетесь социальной доминантностью, в принципе, и занимаетесь параллельной наукой. Как удается сочетать несочетание? А просто иногда появляются люди, которые заинтересованы в исти. Они просто делятся деньгами. Все примитивно просто. То есть, если бы я ждал, что это будет государство, я бы уже давно ушел на пенсию, и был бы счастлив. Выращивал бы морковку с картошкой. А просто есть люди, которые заинтересованы в истинной, и самое главное, лично заинтересованы в результате. Им нужен результат. Им нужны не вот эти обещания, слова, государственные проекты, федеральные программы. Им нужен результат. Есть результат, есть деньги. И неважно, что это. Или процесс. Потому что в науке быстро получить результат невозможно. Вот это вся ахинея. А внедрение, это убивает науку на корню. Фундаментальная наука выхода в практику не имеет и не должна иметь. Это только инструмент. Воспользоваться ими должны те самые бизнесмены, которым пока удобнее газом торговать. Если вдруг какой-то из вот этих вот, значит, тайных ученых захочет с нами пообщаться, могли бы вы, так сказать, поспособствовать контактам? Конечно, я могу поспособствовать. Но, во-первых, они все очень непростые люди. А во-вторых, им есть что терять, в отличие от меня. А раз есть что терять, люди очень осторожные. И подставляться никто не хочет. Та маленькая возможность заниматься наукой, которую они с огромным трудом поддерживают, им так дорого уже обошлась, что подставлять свою жизнь, которую они хоть как-то этим занимаются, им очень стрёмно. Просто меня поддерживают люди, которым плевать абсолютно на любую официальную систему. И это смелые очень люди, которые рискуют много чем. Поэтому я не боюсь. А большинство ученых, к сожалению, находятся в очень тяжелом состоянии. То есть они даже, зная истину из-за особенностей своей профессии и из-за их, скажем так, жуликоватого окружения, они даже сказать этого не могут. Потому что им не сносить головы. А кто эти научные статьи читает? Рейтинг. 200 человек прочло во всем мире опубликован на Западе статью за 10 лет. Кто там что узнает? Там можно и правду написать. Ну, если вдруг сложится, то это было бы, конечно, здорово. Я думаю, что на сегодня закончим и в следующей передаче продолжим. На сегодня все. Всем до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова